Продолжим выпуск. Укреплять общественные ценности с помощью чтения книг призвал на недавнем Курултае президент страны. Молодежи необходимо дать правильные ориентиры. С этим согласны и библиографы от Раусской области. В области работают 139 библиотек с общим книжным фондом в 2,5 миллиона экземпляров. О том, как можно стать читающей нацией, узнавали наши корреспонденты. Одна из богатейших библиотек региона – областная универсальная библиотека имени Габдол Исланова. Сегодня в ее фонде насчитывается 360 тысяч книг. В этом году местный бюджет оплатил почти 4000 новых изданий общей стоимостью 15 миллионов тенге. Интерес к чтению молодых людей появляется благодаря постоянной пропаганде. Поэтому, если в регионе откроют круглосуточную библиотеку, читающих станет больше, уверены эксперты. В случае, если это предложение поддержит, мы готовы работать в таком режиме. Ведь это не только увеличит поток читателей, но и поспособствует приобретению новых современных книг. Кроме того, будут созданы новые рабочие места. Это тоже большой плюс. Выступая на прошедшем Крултае, глава государства отметил, что в тяжелые 90-е библиотечное дело отошло далеко на задний план. Тогда закрыли тысячи библиотек, из-за чего утрачен многомиллионный книжный фонд. Исправить ситуацию, по мнению президента, должны комплексные меры. Среди них открытие современных круглосуточных библиотек, которые уже существуют в других странах. Акимам регионов тоже посоветовали использовать этот хороший опыт. Это было бы хорошим местом для сбора молодежи. Конечно, я поддерживаю такое предложение. Нужно привлекать народ к чтению. Сейчас молодежь старается больше читать. Это, наверное, из-за того, что зарубежную литературу и мировую классику стали переводить на казахский язык. Многие не могут посещать библиотеку из-за того, что весь день работают или учатся. Круглосуточный читальный зал исправил бы эту ситуацию. В ассоциации учителей считают, что круглосуточные библиотеки сделают книги доступнее, а значит, позволят дать больше знаний подрастающему поколению. Как отметил президент, библиотека – это сокровищница памяти государства и нации. Во многих из них собраны ценные исторические материалы. Поэтому вместо чрезмерного потребления бессмысленного контента социальных сетей детям и взрослым сам президент посоветовал читать книги.